Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А мы продолжаем рисовать персонажа мультсериала Гриффины и сегодня у нас второе видео из этого цикла, где я покажу как нарисовать младшего сыночка из семьи маленького злобного гения Стюи. А ссылочка на первое видео как нарисовать собаку Брайна уже в описании. Ну что, поехали! Вот я разметила ноготок вертикальными и горизонтальными линиями. При этом наши горизонтальные линии будут идти немного под углом слева направо, так как мы ориентируемся на угол наклона головы персонажа. У Стюи не совсем обычная форма головы, она напоминает мяч для регби или дыню. Поэтому изгиб линий при рисовании контура его головы делаем очень небольшой. Сверху линия почти прямая. Если же ее продолжить за пределы ноготка, то как раз получим то, что нам нужно. Смотрите на подсказке. А дальше просто вписываем части его лица уже по нашим нарисованным линиям. Глаза достаточно далеко расположены друг от друга. Думаю, это связано с формой его головы. И как у Брайна, это просто два больших круга с точкой посередине. Немного поднимем линию контура головы сверху, а на уровне прежней нарисуем брови. Глаза снизу немного прикрыты нижним веком. Поэтому отметим это вот такими черточками. При рисовании маленьких детей, особенно от рождения, где-то до полутора лет, мы должны учитывать детскую анатомию. Даже при рисовании не мультяшного ребенка, мы будем рисовать большую голову и сразу тело, как бы без шеи. Не потому что ее нет, просто у детей она короткая, а голова большая, поэтому обычно ее просто не видно. Учитывая особенности нашего персонажа, сбоку я нарисовала краешек его любимой игрушки. У Стюи это плюшевый медведь Руберт. Ну вот и все, набросок готов. Приступаем к раскрашиванию. Как обычно, наносим цвет в несколько слоев. Единственное, что здесь первый слой у меня светло-бежевый, а второй слой будет на тон темнее. Цвет наносим плавными движениями от контура к центру, как бы стягивая его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Второй слой скрывает все проплешины и неровности базового слоя, а также линии наброска Здесь я использовала черный цвет в наброске Я это сделала для наглядности, чтобы на камеру было видно, где наши вспомогательные линии, а где линии контура Вы можете для эскиза использовать светлые тона, да хоть белые, главное, чтобы вам было видно Ну а контур мы уже потом проработаем черной гель-краской Смотрите, здесь я заметила, что правый глаз нужно сделать чуть-чуть больше и круглее Поэтому я сделала вот такой жирный контур Ну а потом внутреннюю границу закрасила белым У Стюи, как и обычно у всех сериальных мультипликационных персонажей Обычно от серии к серии одна и та же одежда Для нашего малыша это желтая распашонка и красные штанишки на подтяжках с большими пуговицами Не забывайте, одежда персонажа очень важный момент и является особенностью героя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok